Дорожная революция продолжается. Единая Россия строит планы на 2011 год. Особое внимание будет уделено реконструкции внутридворовых проездов. На это запланирован объем средств почти в два раза больше, чем в прошлом году. Реализация партийной программы «Новые дороги городов России» репортаж Анны Конченковой. Марина Кузнецова собирает заявки на ремонт от жителей своего двора и приносит их в приемную депутата. Председатель КТОСа, она знает, бумаги не будут пылиться в ящики. Ну да, потому что люди довольны. На этот раз набралось 24 заявки. В основном жильцы просят отремонтировать дворы. Депутат Девяткин сам решил показать, как будут выглядеть придомовые территории после реконструкции. Например, здесь, по улице Каслинской, в рамках программы «Новые дороги городов России» уже расширили внутриквартальные проезды. Всего за прошлый год были произведены работы более чем на 350 объектах. «Внутри квартальные территории делались, дороги внутри дворовые, делались подъезды к садикам, к школам. То, что десятки лет не ремонтировалось, благодаря проектам партии «Единая Россия» эта программа реализуется. «Потихоньку, но дело движется. Округ преображается, но становится чище в городе». А в этом дворе, что ни проезд, то яма, то канава. Сейчас их не видно под снегом. Когда наступит весна, говорят жители, будет ни пройти, ни проехать. Но депутаты уверяют, скоро это закончится. Мы планируем в этом году, в феврале месяце, завершить все подготовительные работы, провести необходимые торги, аукционы, для того, чтобы с начала благоустроительного сезона приступить к выполнению данного партийного проекта. В этом году на ремонт внутридворовых проездов по инициативе партии «Единая Россия» направлено почти 700 миллионов рублей. Это в два раза больше, чем в 2010-м. «Я думаю, что это болевая точка не только в городе, а во всей стране у нас. Многие дома строились по старым ГОСТам, с НИПом. И вы знаете, что даже парковочные места были предусмотрены на 3-4 автомобиля. Сейчас ситуация с автомобилями совсем другая. Нужно расширение внутридворовых проездов, нужно строительство парковочных мест во дворах. Ну и, естественно, благоустройство территории и детские площадки тоже очень важны». Спецтехника, катки и асфальтоукладчики заработают здесь в апреле, когда сойдет снег и установится теплая погода.